Всем привет, меня зовут Снежана, и сегодня наконец-то вторая половина прочитанного в марте. На самом деле я уже не собиралась даже этого делать, снимать это видео, потому что очень давно время прошло, я уже что-то начитала на апрель, и уже есть что рассказывать про апрель, но в марте есть одна книжка во второй половине марта, которую я прочитала, о которой я все-таки очень-очень сильно хочу рассказать, и это не моя темная Ванесса, и вот ради одной этой книги я подумала, что нет, надо все-таки прийти и снять, и рассказать, конечно, обязательно именно про эту книжку. В прошлый раз я закончила на... я закончила на... весь мир Франка Ли, это было бы так давно, что уже давно неправда, как говорится, потому что снимала я прочитанное марта первый раз в марте, непосредственно в первой половине, а сейчас уже почти конец апреля. Ну так вот, после него я взяла читать мою темную Ванессу. Мне кажется, на тот момент, когда я ее читала, я прочитала ее вообще одну из первых, но не читая всяких рецензентов а-ля Галины Языфовича, вот это вот все, потому что, когда я взялась ее читать и потом прочитала и смотрела отзывы на Лайфлибе, было их очень мало, довольно-таки немного, только-только начали про нее писать, и, конечно же, на Буктюбе тоже тогда никто толком не успел ее прочитать, в общем-то, я такая немножечко, вот, я прочитала первая, и первая про нее расскажу, но нет, не случилось. Сейчас, конечно же, уже очень-очень много всяких отзывов, очень много разных видосиков у больших каналов и у маленьких, поэтому я не буду, наверное, сильно много разговаривать про эту книгу. Единственное, что я, конечно, вот рассказывая конкретно про нее, про мою темную Ванессу, объясню, почему она мне все-таки так сильно зашла, чем для меня она цена, помимо того, что это якобы роман от лица Лолиты. Изначально, вообще, вместо моей темной Ванессы я собирала читать после «Весь мир Фрэнка Ли» трилогию Либердога, потому что в Твиттере Bookish Magic предложила марафон, что скоро выходит сериал по трилогии Либердога, и давайте-ка мы все и прочитаем или перечитаем, кого-то побомбит, кто-то получит удовольствие. Я же вообще не собиралась этого делать, то есть читать эту трилогию. Это было бы очень странно, учитывая, что мне не сильно зашла шестерка воронов. Но я увидела, что все, привели мою темную Ванессу, и я все срочно подбегаю, все свои книжные планы, и давай, конечно, бросилась ее читать, потому что это главный роман прошлого года. Кто бы что ни говорил, что главный роман — это «Американская грязь», «Американская грязь» нашумела в основном из-за своего скандала, но именно как сама книга, что это большой-большой роман, нет, «Американская грязь», конечно, до этого не дотягивает. И если мы говорим про ключевой большой роман 2020 года, это, конечно, моя темная Ванесса. И, конечно, это совершенно прекрасный роман. Да, у нас по сюжету есть 30-летняя Ванесса, которая живет в небольшом городке в штате Мэн, насколько я не ошибусь. Она работает на необязательной работе, просто чтобы получать какие-то деньги и оплачивать за квартиру. Она часто выпивает, какие-то принимает даже таблетки. У нее не сформироваются отношения ни с какими практически людьми, кроме двух людей, и эти отношения максимально нездоровые с этими двумя людьми. В общем, беспорядочные половые связи. Все указывающее на то, что с психологическим здоровьем там у девушки явно все очень нездорово. Вообще, как бы, роман начинается с того, что Строина обвинила, когда бывшая ученица школы, где он работал учителем, в том, что он до нее домогался. Ванесса же проносит сквозь свою жизнь довольно-таки близкие отношения с этим человеком и сказать, что очень приятный, но, тем не менее, он играет в ее жизни очень-очень большую роль, потому что когда-то он стал ее единственным мужчиной. Когда ей было 15 лет, он был ее втрое старше. Он был ее учителем. И, в общем-то, весь сюжет, все. Дальше роман — это исключительно складка того, как она в 15 лет попала в эти отношения, как у нее не складывались, и в 30 лет, как она пытается с этих отношений выйти, и вообще, как она с ними живет, и к какому в итоге финалу она приходит. Что все уже это тысячу раз сказали, что это прекрасный роман в рамках движения Метту. Ну, это для меня такой себе комплимент, потому что я очень не люблю романы по повесточке, мне не нравится, когда пишут по повесточке. И я очень переживала, что это будет роман именно в этом ключе, и что Кейт Лизабет Рассел рассказала такую историю, как бы сев на вот эту волну Метту. Но потом, когда я это читала, я поняла, что это просто замечательная писательница, которая написала отлично, отличный роман, и, как бы, про Метту и вообще вот это все, можно просто забыть и читать этот роман, даже не зная ничего об этом движении. Конечно же, этот роман от лица Лолиты, безусловно, про это тоже уже много все сказали, и в романе очень много фигурирует, конечно же, отсылок к Набокову, отсылок, в том числе, к этому роману, там и герой его постоянно читает. Это, безусловно, один из самых важных романов о насилии, но меня, меня больше всего тронуло то, что это роман обязательный к прочтению, если у вас есть ребенок, который вот-вот войдет в подростковый возраст, или ребенок подросткового возраста, или вы, допустим, сами подросток, да, почему нет, обязательно это нужно прочитать, но подросток, допустим, лет с 15, потому что там есть все-таки достаточно откровенные сцены, и, конечно же, в 12-13 все-таки, наверное, рановато читать. Вообще, интересная мысль в романе, то, как Ванесса всячески пытается внутренне доказать себе и окружающим ее людям, которые знают в курсе ее ситуации, что это нормальные отношения, и то, как она проходит эволюцию от вот этой мысли к какой-то более, может быть, здоровой, выписано прекрасно. Но, возвращаясь к тому, что меня зацепило, да, что это роман про взросление, и роман про взросление очень уязвимого подростка. В этом плане для меня книга очень сильно перекликнулась с девочками Эммы Клайн. Вот если я сейчас не наврал фамилию, но я в любом случае напишу, конечно же, как она правильно называется, потому что я, когда прочитала, помню, тот роман про 60-е калифорнийское лето и тоже взросление 14-летней девочки, это была еще одна книга, обязательная к прочтению всем родителям подростков. И вот моя темная Ванесса, это тоже в ту же сетей. И меня это очень сильно зацепило, меня очень сильно это порадовало, и вообще мне, я поняла, что очень нравится, когда пишут книги, которые, ну, такие немножечко методички для подростков, для их родителей на различные жизненные ситуации. Тут в том числе ситуации про то, как можно неправильно прочитать Лолиту Набокова. Что, конечно же, безумно прекрасно в этой книге, в моей темной Ванессе, и почему я даже сравнила ее все-таки с «Маленькой жизнью» Янги Хары, хотя, безусловно, безусловно, «Маленькая жизнь» — это вот роман где-то там на вершине эмоционального потрясения, потому что, ну, до «Маленькой жизни» уже, мне кажется, даже ни один роман в том, как он эмоционально меня опустошил, не дотянет. Но какие-то вот эмоциональные такие порывы, когда я читала «Мой темную Ванессу», очень сильно напоминали то, что я чувствовала, когда я читала «Маленькую жизнь». Потому что в данном случае ты прям видишь, как героиня, вообще в какой она ситуации, и тебе хочется ее вот оттуда вытащить, поместить в какую-то более здоровую среду, но ты не можешь, потому что она не хочет спасаться, а тот, кто не хочет спасаться, его спасать бессмысленно. И для меня в этом плане очень сильно это напомнило, например, Джуда. Да, есть такое плюс, что еще натолкнуло на меня запараллелить «Маленькую жизнь» и вот мою темную Ванессу в плане каких-то вот эмоций и вообще ощущений, это то, что книга как бы написана на сложную тему, на очень важную тему, при этом она безумно легко читается. Ты садишься, я помню, как вот «Маленькая жизнь» точно так же, ты сел, тебе безумно больно, но ты не можешь оторваться, это какой-то мазохизм. Перечитать, что ли, вот мне, наверное, впервые пришла в голову мысль о том, что я хочу перечитать «Маленькую жизнь». Раньше я была не готова. И здесь то же самое, ты читаешь мою темную Ванессу, как бы тема сложная, но она написана так приятно, она написана достаточно простым, лаконичным языком, и читать просто, ты прокладываешь, как будто ты читаешь какой-то триллер. Большое спасибо. Я очень люблю, когда на очень важные, очень серьезные темы пишут легко, когда это действительно интересно читать. И мне кажется, это самая главная ценность этого романа. То есть он большой, сильный роман, не без недостатков, я не спорю, но все равно это все-таки было настолько увлекательно, настолько тяжело, в плане того, как хотелось спасти героиню, как хотелось, чтобы она поняла, она поняла, что происходит. И в плане о том, что это роман действительно про подростков, про то, как они оказываются в одиночестве, как они отдаляются от родителей, как какие-то маленькие недомовки в результате приводят к тому, что родители перестают вообще знать своего ребенка. В результате ребенок оказывается вот в этом одиночестве, а если он еще пересаживается на новую почву, а героиня у нас там в 15 лет приезжает в новую школу, где ей приходится безумно тяжело учиться, она не успевает за остальными, ей приходится очень сильно эмоционально выкладываться в учебу, и когда она, по сути, оказывается просто как такая хрупкая фигура в непонятной повисшей ситуации, этим может использоваться кто угодно. И принести Лолиту, и почитать вместе. Блин, нет, это очень классная книга, прекрасный совершенно роман, действительно, главный роман 2020 года. Единственное, что я немножечко не поняла опять про обложку, потому что в оригинале обложка черно-белая, она очень классная, она немножечко мне даже напомнила какой-то нуар 30-х, 40-х годов, атмосферный действительно. А у нас Синбад взял оригинальную обложку, опять попинать бы Синбад за их отвратительные обложки, петчет, взял оригинальную обложку и почему-то сделала бабочку в цвете. Зачем? А почему шрифт взяли такой? Шрифт не идет как бы совершенно. Ну, короче, обложка наша, она и нормальная вроде как, потому что она оригинальная, но с другой стороны, нет, такое себе. Прекрасный роман, очень сильно, конечно же, советую, и, в общем, советую вам пойти и посмотреть, почитать тоже про него, потому что много людей пишут действительно очень отличные вещи про этот роман. А дальше я все-таки пошла читать для Бардуга трилогию Гриши. Это просто вообще жесть, как, конечно, какая-то. Самое удивительное, я просто посмотрела, что я читала у Бардуга, и вот, безусловно, Девятый дом я очень сильно хвалила, у меня тоже был видосик, когда вот я его прочитала, а там я поставила Девятому дому, по-моему, 4 из 5, но я посмотрела, я же читала у нее когда-то шестерку воронов, которая мне вообще не зашла, но я поставила и 3 из 5. Здесь то же самое, трилогия Гриши просто, но я поставила 3 из 5. Безусловно, опять же, это в рамках всего жанра Янка Далта, и я поняла, что у Бардуга есть одна очень интересная особенность. Она иногда пишет такую клюкву, вот прям клюкву, но при этом читается отлично, ну, как бы не то, что прям супер отлично. Там ты видишь какие-то провисания, ты видишь какие-то герои творят какую-то чушь, может быть. Читается при этом так приятно, и ты такой читаешь, читаешь, прям читаешь, читаешь, хоп, и дочитала трилогию. И такой, ну, 3 из 5, да, вполне, не, но трилогия Гриши, это, конечно, жесть. Потому что вообще, вроде как на Лайфлибе, вот, например, стоит, что это Гриша, называется правильно трилогией, и ты такой просто, угу, Григорий, он же Жора, он же Юра, и вот это вот всё. Что? Сюжетно? Я не знаю, зачем рассказывать сюжет, потому что, ну, скоро выйдет сериал, а нет, партон, я записываю это видео, он уже вышел. Почему я вообще взяла читать? Потому что в сериале снимается Бен Бартс, мой любимый, прекрасный Бен Бартс, и мне придётся смотреть этот сериал ради него, я очень хочу, конечно же, просто на него позалипать. Но чтобы посмотреть сериал, мне всё-таки захотелось почитать книжки, люблю я всё-таки читать книжки, смотреть экранизации, поэтому я такая, ну, ладно, я возьму и действительно вот в этот, как бы, марафон Букиш Мэджик и прочитаю. У нас есть девушка Алина, которая внутри прячет свою суперсилу, потом случается какое-то событие, которое у неё эту суперсилу как бы вызывает, все узнают, что она суперфумен, дальше ей пытается воспользоваться плохой человек, она бежит от него, там, конечно же, любовный треугольник между плохим человеком, хорошим человеком и этой главной гернией, Алиной, и там всякие какие-то ещё второстепенные персонажи, на самом деле среди всей этой трилогии есть один-единственный персонаж, который просто протащил меня через все эти романы, это Николай. Вот Николай просто рулит и заставляет тебя читать дальше, только ради него. Я не знаю, каким чудом Бардура умудрилась его выписать. Интересно, прикольно, у него классные шутки, он действительно настолько обаятельный, именно у этого героя происходит химия с читателем, то есть со мной, с остальными там всё очень запущено. Нет, мне вначале очень понравился Дарклинг, главный злодей, это было неплохо, он, в общем-то, неплохо злодеист, но потом как-то Бартуга такой, а зачем его прописывать? И вторую, третью книгу он просто такой появляется на секунду, что-то там говорит и исчезает, и его мотивация, как бы, фраза, которую он толкает, ты предстоишь его вообще понимать, такой, ну и что, зачем? Короче, героя, раскрытие героев Бартуга, ну такое, в том числе и главная героиня. Всё-таки вот, когда читаешь Девятый дом, видимо, Бартуга как-то, не знаю, может быть, чуть-чуть выросла, действительно, как писательница, и там для меня случилось, вот случился этот коннект с историей героини, для меня она показалась достаточно раскрытой. Здесь это всё, конечно, очень странно, и плюс вот эта атмосфера, как бы русской культуры, это классная идея. Я вообще за то, чтобы действительно русскую культуру использовали для подобных тематик, для различных фэнтези, книг, потому что у нас она безумно красивая, она стоит того, чтобы про неё писать, стоит того, чтобы про неё снимали, от костюмов заканчивая и какими-то действительно этими культурными кодами, но Бартуга, там просто где-то, я не помню где, но где-то я вычитала, что она такая, я, значит, изучала вот русскую культуру специально для этих книг, для себя, поставила себе такую цель, что я буду изучать её только два месяца, иначе я так жутко увлекусь, и потом забуду вообще написать сами книги. Женщина, лучше бы ты увлеклась и забыла про книги. Изучила русскую культуру отлично, а не только потому, что квас — это якобы хмельной напиток, а селёдка якобы отвратительная на вкус. Окей, в стране есть люди, которые не любят селёдку, но большинство, мне кажется, большинство любят селёдку. Ну ладно, есть такие люди, как я, которые любят селёдку даже с молоком, но очень многие её спокойно едят и вообще не чувствуют в ней какого-то отвращения. В книге эта несчастная селёдка, она просто там какой-то камень преткновения у героини и, в принципе, у героев, и они почему-то постоянно её едят на завтрак, на обед, на ужин. Ну, короче, вот знание каких-то вот этих вот мелочей у Бардуга ощущение, что она ничего не изучала. Вот просто понеполе вспомнишь, как Тарт пишет извините меня свои книги по 10 лет, одну книгу пишет 10 лет, настолько погружаясь в материал, чтобы потом воссоздать всё это действительно максимально правдиво для читателя. Бардуга два месяца поизучала русскую культуру и написала замечательную серию. Замечательную клюкву. Я что могу сказать? И с плюсом Бардуга. Она отлично пишет, ты прям читаешь так легко и приятно, такой хоп-хоп-хоп, быстренько прочитываешь. И ещё, что мне нравится, этого не отнять у Бардуга, это то, что она создаёт действительно очень красивую вселенную. То есть вот сама вселенная во всех её книгах, ну как бы в шестёрке, вот я помню, что шестёрке Воронов я поставила три балла в первую очередь из-за вселенной, из-за того, какой она крутой Амстердам сделала, как она его интегрировала вот в свой фэнтези-мир. Здесь, в принципе, она русскую культуру тоже неплохо использует. Там, конечно, непонятно, какое это время, что за основу она всё-таки взяла. 19-й век, начало 19-го века, или Александр Третий, или всё-таки Николай Второй, и вот эта вот вся революция. Непонятно, и она не настолько талантлива, чтобы вот эту стилистику времён как-то хорошо выписать. Там прям чувствую, что где-то у неё вот это вот всё скачет именно по атмосфере. Но в целом, да, вот вселенная, вообще сама идея того, что она придумала, это очень-очень симпатично. Николай просто душечка. Любовь. Вот прямо, не знаю, каким он будет в сериале, посмотрим, конечно, но в книге это вот самый любимый персонаж. Героиня, Бардуга, как всегда. У героини непонятный бэкграунд, непонятно, чего она хочет. То она хочет этого, то она хочет того, то она вроде как хочет свою силу, то она вроде как боится ею пользоваться. Почему она боится ей пользоваться, непонятно, почему тогда она не хочет ей пользоваться, непонятно. Ну, короче, еще меня прям пробивала каждый раз, когда они пили квас, как виски. Серьезно. Вот серьезно. Понятно, что если бы Бардуга сделала, что они пьют квас, как, например, эль, или как пиво, ну, то есть, действительно, как такой напиток, простой, бедняцкий, который можно выпить ни кружку, и не две, и тебе не ударит в голову, как это делали бедняки, например, в Англии. Напиток рабочего класса. Здесь же квас, там есть прямо сцены, когда она достает бутылку кваса, и такая вот для кваса, это еще рано, и пьют в стакан, такой, как вискаль, прям как жесткий вискаль. Я просто такая женщина, ты вообще квас пробовала? Ну, ты бы, ты пробовала его? Им невозможно напиться, как виски. Короче, вот, и там вот таких вот мелочей очень много, и ты такой просто, блин, это реально смешно. Я просто хохотала. Ну, вот, вот сейчас тоже подняла себе настроение, вспомнив. Отличные книги. Короче, не знаю, читать, не читать, нет, я, конечно, за то, чтобы у Бардуга читать Девятый дом, даже если у вас пробомбит, и вам не понравится, но у вас пробомбит. А здесь такая, ну, сначала первая книжка, «Забористая клюква», потом, вот, значит, во второй книжке они там двое мальчиков страстно целуют одну девочку, а ей как бы и не жирно. Ну, а третья книга вообще, если честно, она половина затянута, то есть вот прям большая часть книги очень-очень сильно затянута, в конце там хоп-хоп-хоп, и ты такой, что, что, зачем? Плюс, конечно, полное отсутствие химии между главной парой. Очень интересная химия между главной героиней и злодеем, причем она вначале такая прям химия, потом он, конечно, исчезает с родов, появляется так иногда, и ты такой, ну ладно, но даже вот в этих появлениях редких между главной героиней и злодеем больше химии, чем между главной героиней и мужчиной, которого она там прям страстно любит, который страстно любит ее, и прям через главная пара такой читаешь и думаешь, ну хорошо, хорошо, окей, ладно, может быть в сериале хотя бы это будет такое, что как бы там что-то будет чувствоваться, непонятно, ну, три из пяти, за вселенную, за вселенную, за то, что читается легко и за Николая, вот, три балла, не читайте, смотрите сериал и читайте Девятый дом, потом я прочитала Робертсона Дэвиса Мир чудес, но это вот все март, я его дочитывала, я даже ничего про него говорить не буду, потому что у меня есть отдельное видео, просто сходите туда, вы можете не смотреть его все, это видео, оно очень длинное, довольно-таки, такой вызов, а вам слабо, можете просто там, у меня есть, естественно, тайм-код, как везде, можете просто прям подтыкнуть на Мир чудес и посмотреть именно про Мир чудес, коротенько скажу так, из всего, что я читала, всякая разная литература, если вы очень сильно любите Мир балаганов, Мир балаганов старых, Мир балаганов 19-го, начала 20-го века, если вы любите театр, вот этот роман обязательно надо читать, потому что Мир балаганов и Мир театра, это вот именно, весь этот роман обращается вокруг этих двух тем, ну, еще немножечко про киношку 70-х, вот так тоже, там есть такая небольшая тема, интересно, она тоже вписана в общую канву рассказа про фокусы и про театр, замечательный роман, Дэвис, просто моя бесконечная любовь, и я очень-очень сильно надеюсь, что все-таки когда-нибудь у нас переведут Султертонскую трилогию, вот, те же у себя надежды, почему бы и нет, потом я прочитала Питера Агрейда Тюдоров, вот, что я рассказывала про первую часть, я оставлю ссылку, конечно же, идите смотрите про историю Англии, основание первой части, вот у меня, вот она лежит, совершенно тоже роскошная книга, но это все то же самое, это история Англии здорового человека, это, если вам было скучно на уроках истории, например, в школе, вам хочется все-таки про историю Англии, узнать, то, конечно, вот, очень-очень классно читать эти книги, но эта книга все-таки, она идет посложнее, чем история Англии, основание, посложнее в чем, потому что у нас, конечно же, период значительно короче, чем история Англии, основание, то есть там, прямо, от самой древности до Генриха, Генриха седьмого, здесь у нас Генриха восьмой и Елизавета, все, по сути, как бы, вот два правителя, но настолько вот насыщенный был период этой истории Англии, что целый том отдельно посвящен им, и у меня, не знаю, как у вас, но у меня точно, Генрих восьмой во многом ассоциируется со своими женами, вот это вот развелся, казнила, умерла, развелся, казнила, пережила, здесь про жен на самом деле не так уж много, и когда ты читаешь вот эту книгу, ты понимаешь, что по факту вот эта вся история с женами, она настолько сильно растут в масс-медиа, и настолько вообще, как бы, Генриха восьмого часто позиционируют именно через историю с женами, что забывают про все остальное, а всего остального было очень много, и, конечно же, в первую очередь это реформация. Большая часть книги посвящена реформации, наверное, если вы не очень любите копаться вот в этой тематике того, что там происходило с религией, будет скучно. Мне было очень интересно, но здесь очень много тонкостей, здесь все прям тщательно акрит, разжевывает про то, что происходило с монастырями, почему оно вообще все происходило, и не только потому, что он хотел страшно жениться на неболей, к чему вообще все это привело, это очень интересно читать, конечно, вот все, что было непонятно про реформацию и вообще про Генриха восьмого, если вот убрать всю историю с женами, после этой книги все становится просто кристально чистым, понятным, очень интересным, действительно, но, говорю, книга чуть посложнее, из-за вот этих вот различных тонкостей реформации, которые прописывает Акрит, он старается расписать это так, чтобы действительно был читателю понятен этот процесс, и потом у нас, конечно, идет Елизавета, очень классно, опять же, прописаны конфликты Елизаветы и Марии, прямо тоже все по полочкам, личность Марии, личность Елизаветы, где они там столкнулись, как все это происходило, Елизавета, это, конечно, я фанат, честное слово, она, конечно, абсолютный монарх, и к старости у нее там тоже уже крыши ехало и подтекало определенно, но, мне кажется, это главная феминистка в истории, потому что она настолько вот не хотела замуж, и настолько лихо всех там вводила замуж, всех, кто пытался ее всячески выдать замуж, мои поклоны, и такая она была прекрасно образована, и очень талантливая, как дипломат, вот это тончайшее прохождение между гигантскими айсбергами европейской политики, да, у нее тоже случались косяки, безусловно, были рядом с ней очень умные мужчины, которые во многом определяли политику в том числе, но надо понимать, что неглупая женщина завела вокруг себя неглупых мужчин, короче, Елизавета, я прямо после этой книги в нее влюбилась, теперь страшно хочу чего-нибудь посмотреть, экранизации каких-нибудь про нее, ну, это, конечно же, в первую очередь, по-моему, два целых фильма с Кейплан, Бланшет, 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 ну, ладно, теперь можно посмотреть уже новую экранизацию с Марго Робби и Сержей Ронан про Елизавету и про Марию, наконец-то будет понятно, что там происходит, все, что вам казалось, вы не понимаете в Тюдорах, или если вам казалось, что вы знаете про Тюдор, то после этой книги, возможно, вы будете понимать, что ваши знания довольно-таки поверхностные, либо где-то у вас есть определенный кусок, который провалился, и вы его для себя просто откроете через эту книгу. Сама вся эта серия История Англии, это просто лучшее, что со мной случалось в этом году, определенно, и я уже жду, когда выйдет четвертая часть, ее уже переводят, есть предзаказ в Читой Городе, и третья часть лежит у меня в корзине, я жду книжного часа, читай Города, пожалуйста, дайте мне его, там дорогие книжки, я не хочу их покупать за полную стоимость, очень сильно рекомендую. И потом я прочитала, опять же, нон-фикшн, но с Рембрандта, я показывала эту книжку в, не могу еще раз не показать вот эту прекрасную обложку, я показывала эту книжку в книжных покупках вот недавних, прочитала, соответственно, ее тоже в марте. Замечательная книга, замечательная книга в плане том, что она, во-первых, пойдет, и если вы далеки от искусства, если вы просто-таки что-то хотите узнать про Рембрандта, но в таком случае я вам очень сильно рекомендую сначала прочитать, вот сзади есть, сейчас я найду и скажу, как это называется, сзади есть хроника жизни Рембрандта, сначала читаем ее, потом читаем все остальное. Вот если хочется действительно как-то познакомиться с Рембрандтом, безусловно, здесь только про портреты, только про лица его описывают, про то, как Рембранд добивался вот этих невероятных своих портретах, сходства, натуралистичности и, конечно же, какой-то совершенно невероятной магии, как это все достигалось за счет света, за счет различных теней и, в том числе, за счет носов, которые он писал, чем эти носы все отличались друг от друга, как он формировал эти носы и как они важны для восприятия всех различных портретов. Отличная книга, в том числе для любителей и для профессионалов очень сильно рекомендую. А я, когда читала, я подумала о том, что после этой книжки и спутать портреты Рембрандта с какими-то еще просто будет невозможно, ну, уже все. То есть, это вот настолько тебе вкладывает в голову все особенности портретов Рембрандта и того, как он писал лица, что потом ты как бы сразу будешь видеть портрет именно этого художника. И потом я прочитала самая главная книга этого выпуска. Страшно-страшно мне хотелось про нее рассказать. Это, конечно же, Дональд Рей Поллок «Дьявол всегда здесь». Не моя темная Ванесса, звезда этого выпуска, а «Дьявол всегда здесь». У нас есть экранизация недавняя с Кабачком, ой, простите, с Робертом Паттинсоном, но я всегда зову его Кабачок, мой любимый Кабачок, обожаю его. С Кабачком, с Томасом, Томас, Томас как, Холланд, по-моему, он, что ли. Ну, я не фанат этого актера. Там куча хороших актеров и очень сильно ее советую, хотя я сама даже еще не смотрела, но собираюсь, и этот фильм очень-очень хвалит. Я наткнулась, что это именно экранизация романа, что есть роман, и до фильма я все никак не могу дойти посмотреть. Вот, я решила, что прочитаю-ка я. Быстрее прочитаю, чем посмотрю, это мой типичный подход. Боже мой, это из лучшего, что я читала в этом году, мне кажется, хотя я почему-то не написала просто в бложек, надо что ли написать, хотя время уже прошло и поезд ушел, хотя бы расскажу здесь. В конце концов, ради этой книги я все-таки затеялась этот выпуск. В общем, что у нас есть? У нас есть, что это лучший ужас 2011 года по выбору сайта Гудриц. У нас есть история, происходящая в штате Огайо. Это какая-то глубинка, где-то в середине Соединенных Штатов, там несколько таких кучек героев, которые проходят по всей книге и встречаются в конце. Это Эрвин, история Эрвина, его семьи, его родных. Это история Роя и Теодора, молодых священников и его помощников, с которыми Эрвин встречается в начале книги. В начале книги мы встречаемся с Роем и Теодором, потом их линия идет, развивается. И третья пара, имена я не записала, поэтому не вспомню, но третья пара это девушка и мужчина, которые съезжают, ловят автостопщиков и их убивают. Маньяки, короче. Я не знаю, что сказать про эту книжку, потому что это просто жесть. Но это вот, если вы любите, конечно, ужасы, но это такие ужасы, которые не про бабайку под кроватью, не про привидения, про ужасы человеческого ума. Там есть сумасшедшие, там есть каннибалы, там есть насильники, там есть маньяки, там есть педофилы, там есть, господи, некрофилов, по-моему, нет, но кого там только нет. Это, безусловно, книга 18+, и очень 18, но это из лучших ужасов, что я читала, потому что все-таки книги про бабайку под кроватью, они не так сильно пугают меня лично, потому что это все из области мистики, несмотря на то, что я, например, боюсь темноты, но это нереально. Реален всегда человек, и вот преступление человека, это всегда то, что ввергает в изумление, потому что человек это то существо, которое способно действительно на самые жестокие поступки, и здесь есть это в книге. Это те ужасы про соседей, извините меня, на вашей улице, и это очень атмосферная книжка, это такая жирная атмосфера, это жирная атмосфера 50-х сначала, жирная атмосфера сумасшедшей религиозности, фанатичности, безумие, которое идет за вот этой религиозной фанатичностью. Это какая-то отвратительная атмосфера вот этих пригородов, мотелей, по которым мотаются вот эта парочка маньяков и кустов, и что они там делают с этими автостопщиками. Отвратительная атмосфера шерифов, и как они вообще замешаны вот в этой провинциальной жизни. Ужасная атмосфера того, что происходит, когда один пытается скрыть грехи другого. Просто. И там столько крови, столько гнили, столько абсолютного невероятного какого-то выплеска вот этого человеческого насилия. В общем, если вы когда-нибудь играли или смотрели, сейчас я скажу, Resident Evil 7, если из Резика убрать все, что касается там Байя Хазар, ну вот это вот все монстры и так далее. А вот именно вот эта атмосфера демки, наверное. Демки Resident Evil 7. Когда они только попадают, журналисты вот в этот дом, и они проходят на кухне, поднимают эти крышные кастрюли. В общем, демка Resident Evil 7 это атмосфера вот этой книги. Это просто отвал башки. Я просто очень сильно люблю Резик 7. и в том числе за счет вот этой атмосферы сумасшествия, глубинки. И вот здесь в этой книге это есть. Я прям очень сильно советую. Конечно, я советую, если вы любите читать ужасы. Если вы такой не любите и вы нежный цветочек, вы прямо ромашечка, которая все вот это вот ни за что не прочитает никогда, то не читайте, конечно. Нет, я не заставляю ни в коем случае. Но если вы любите интересные ужасы, если вы любите ужасы, работающие именно на человеке, там нет здоровых людей вообще. Там достаточно много персонажей, то есть там есть Эрвин, там есть его мать, есть его отец, есть его двоедный дедушка, бабушка, сестра, этот священник Рой, его брат Теодор, есть шериф, есть вот эта парочка, которые маньяки, есть там еще помимо всяких персонажей, и там из этих 10 героев только два нормального. Это двоедный дедушка Эрвина и бабушка Эрвина. Сам Эрвин тоже не сильно здоров. Те отбитые, все отбитые, книжка про отбитых людей, но она настолько атмосферная, это просто невероятно. Ты читаешь, ты просто, такие вот глаза, не читайте, когда кушаете, пожалуйста, эту книгу, потому что это чревато. Особенно первую половину, в начале, там когда идет история Эрвина, его отца и его матери, там просто жесть. Нет, меня все еще вот эти эмоции уносят, это невероятная книжка. И вот название «Дьявол всегда здесь» или в оригинале, по-моему, «Travel of the Time», как-то так, что ли, называется, короче, «Дьявол все время», вот это идеальное название. И действительно очень-очень точно передающее того, что происходит в этой книге. Даже толком как бы не расскажешь про эту книгу, потому что вся суть книги в атмосфере, просто проваливаешься, и это такой резик седьмой, и огромное удовольствие. В общем, все. Это невеликая книга, это необязательная книга, но я очень-очень сильно ее советую, потому что среди всего такого необычного, наверное, что я читала, она очень необычная книга. В этом плане она, кстати, немножечко по сумасшествию внезапно, у меня перекликнулась с вегетарианкой, но вегетарианка по-восточному такая тягучая, может быть, и в то же время очень-очень четкая, кристаллизированная книга. Но там есть вот эти ноточки тоже сумасшествия, которые в дьяволы всегда здесь, они просто цветут пышным цветом, просто вот вот так вот выплескиваются на тебя. Очень классный роман, очень-очень сильно советую. И если вообще любить вот эту всю американскую тему, американских штатов, американской жизни, американской провинциальной жизни, то, опять же, здесь этого очень много, и вот эта атмосфера, она прямо очень густая, опять же. атмосфера, атмосфера, и еще раз атмосфера. Это очень быстрая книга, это не кинг на какие-нибудь там безумные 700 страниц. Очень быстро читается, абсолютно захлеб, и просто ужас. Вот глубинный, глубинный ужас от человеческого существа. Если вы ищете какие-нибудь интересные книги, что-нибудь небанальное, после того, что вы, например, прочитали хорошую современную прозу, хорошую классику, и вам хочется как-то вот встряхнуться, то Дьявол всегда здесь прям вас очень-очень сильно ждет. Мне не нравится русская обложка, ну, то есть, нет, она нормальная, но она вот не отображает вот эту вот атмосферу. Сделали обложку красной, но по сути нет. Вот обложка оригинальная больше соответствует атмосфере романа. Действительно, что-то такое серо-сигаретном дыму, какое-то желто-грязное, непонятно-серо-коричневое больше, наверное, подойдет, чем чистый красный какой-то вот такой кровавый, хотя крови там тоже достаточно много. Книга Огонь, звезда, звезда вообще этого года и всего моего прочитанного очень сильно советую, и на этом я буду заканчивать. Такая у меня получилась вторая половина марта, как видите, она такая достаточно хорошая, целых два знаменательных романа, потому что все-таки моя темная Ванесса очень сильно, я ее ждала, и, конечно, тоже безумно советую, и Дьявол всегда здесь, это была прямо вишенка на торте мартовском. И все, скоро уже конец апреля, буду рассказывать, что я читала в апреле, в апреле просто какие-то американские горки, ей-богу, то один балл, то пять, то один балл, то пять, но там есть роман, с которым меня тоже жутко пробомбило, буду рассказывать. Всем пока, всем спасибо за просмотр, и до следующего выпуска.